Приветствую всех и каждого! Друзья, хотите знать, какой рекорд фрагов на паблике у человека, который уже дважды стал чемпионом мира, завоевал все возможные титулы, был МВП, ну, короче, невероятно жесткий игрок, и сегодня мы посмотрим, сколько же он может настрелять в обычном матче, поверьте, результат вас удивит. Поэтому, друзья, уж точно будет интересно, так что располагаемся поудобнее, приготовляем вкусняшки, просто напоминаю про лайки и комментарии, они очень сильно помогают видео, ну и совсем маленькое, вот реально, небольшая рекламка, и мы тут же начинаем! Ну а спонсором данного видео является компания 1Х. Если вы увлекаетесь спортом и киберспортом, и хотите подогреть свой интерес при просмотре матчей, то вам именно к этим ребятам. А по промокоду ИРАКЕС вы сможете получить бонусом аж до 32,5 тысяч рублей, просто представьте! Ссылка и промокод в закрепленном комментарии, всем удачи и спасибо! Просто посмотрите на этого парня, казалось бы, да? Что в нем особенного? Кто это такой? Ну, кто не знает, это парабой из команды Nova. Второй раз этот коллектив стал чемпионами мира, доказав свое превосходство и невероятнейший уровень игры, просто дичайший скилл, с которым не может сравниться ни одна команда, они были реально на голову выше всех остальных коллективов, и в том числе благодаря парабою. И это обычный, казалось бы, матчмейкинг, но не совсем высокий ранг, плюс это китайские сервера, здесь ребятки играют действительно очень мощно, очень жестко, и это одна из его рекордных каточек, больше фрагов от него именно в его исполнении лично я не видел. Ну и сейчас сами увидите, сколько он накидает, пока что из сетапа М16А4 плюс ЮМП, и мы видим, что довольно неплохо работает, парочку игроков он уже размотал, забрал себе четвертый фраг на ЮМПшечке, правда, к сожалению, закончились патроны, придется играть берстовкой. Но и в этом мы видим никаких проблем, сразу же нокает первого игрока, стреляя в область головы и тело, в шее, там, плечи, и здесь мы видим, что и второго также моментально забирает. Шесть фрагов есть, все хорошо, плюс еще улучшение амуниции, правда, патронов на ЮМПЕК так и не нашел, но ничего страшного, сейчас можно его заменить на микроузик, не меняет, обратите внимание, не хочет играть с этим ганом. Поставил себе Скорельку, Скорель плюс шестнадцатая МК, такой себе, если честно, сетап, ну да ладно, я думаю, что для парабоя, в принципе, нормально, этот месье знает, что делает. Не берет мини-14 вместо таполки, тоже странный момент, что такое, что вообще, увидел сам себя на экране, решил посмотреть кино в мобайле, ну а что бы нет, действительно, катка-то идет, и нормально сидишь, смотришь, говоришь, О, пацаны, смотрите, вот это я, я, глянь, вот это, классно, да, отлично, согласен, ну ладно, поехали убивать врагов. Подъезжают в район школы и общак для того, чтобы найти новых соперников, ну и здесь мы видим уже одного нокнутого за трехколесочным мотоциклом добивают, еще какой-то труп лежит, парабой тут же прокидывает смог для того, чтобы можно было его пролутать, берет себе М416, ну и все. С этой пушкой данного месье не остановить никак вообще, оставляет М16, я так понимаю, что будет с таполкой играть до конца, нет, находит свое любимое оружие на дальние дистанции, это ДП-28. Друзья мои, то как настреливает парабой на дальняк с этого пулемета, ну нужно видеть, вы сейчас сами заметите, вот здесь просто посмотрите, навелся именно с 4х прицелом, он всегда играет, не знаю почему, может быть просто его тренируют больше всего, но это вот его фишка. И с четверкой наводится на соперника, сразу же в район головы, моментальнейший спрей, все в одну точку, идеальнейший контроль, и это он спокойно делает, ну метров до 200 уж точно. Видит соперника в поле, стреляет сквозь голову своего же тиммейта, благо, что френдли файера нет, иначе было бы очень плохо. Ну и здесь поднимают оппонент, нет, подождите, а что, просто парень будет бежать направо, его никто не остановит, парабой, а ну покажи как надо. Тиммейт там, правда, сработал, но опять же, только подняли, сразу же нокнули, пошли смоки, вообще, ну здесь то ли сам парабой расслабился и не хочет как-то играть правильно, либо может быть просто отдыхает, но по факту, конечно же, нужно было сначала убить того соперника, который пробегает тебе в спину, и только потом уже поднимать своего друга. Здесь мы видим огромнейшая завеса смоков, нокаут, еще двоих игроков, парабой не знает, что ему делать, его нокаут тоже, и остается только один QCCC, вот этот вот парняка, которого парабой поднимал. Говорит, самое время отдать мне тот же самый долг, это, друзья мои, были инвестиции в будущее для того, чтобы не проиграть данную катку. И мы видим, что пока что это работает, огромнейшее количество смоков дали свое, и можно просто посидеть, похилиться, ест большую аптеку парабой. Сейчас, тем временем, тиммейт поднимает его друга, а нет, подожди, сам парабой будет поднимать своего тиммейта, а QCC-шка отрабатывает в этот момент. Ой-ой-ой, если честно, валидольная, конечно же, ситуация, но все, все разрезанные QCCC, нокнули, его тут же добивают, и парабой включает режим Берсерка. И начинает сразу же реагировать, забирая одного соперника, который пытался добить QCCC, и у него это, естественно, не получается. Парабой на последней микросекунде поднимает своего тиммейта, у него даже ХП не осталось, но парабой смог его поднять. Говорит, подними второго, а его опять же нокнули. Безумие какое-то происходит на школе. Вот так, друзья мои, выглядит игра на нормальном ранге, а не вот это вот все, когда выбегают и накидывают по ботам. Здесь добивает гранатой одного из игроков, забирая себе десятый фраг. Вроде как соперники с бассейна больше не являются угрозой. Нужны новые смоки, потому что тиммейты тем временем в поле, и по ним накидывают сообщак. По парабою тоже немножечко так настреляли, но не критично. Замечая первого игрока в поле, тут же моментально нокает его с ДПшки второго. Также абсолютно, как же им больно, но потеряли, к сожалению, тиммейта. И QCC остается только вдвоем с парабоем. Ресать я не знаю, можно ли здесь или нет, потому что это китайский клиент. Тут у них свои какие-то приколы, свои фишки. И вполне вероятно, что есть такая функция арестнуть тиммейтов, а может быть и не имеется. Сейчас посмотрим чуть дальше. Замечает еще одного игрока, должен был его сейчас убить, но просто заканчиваются патроны в барабане ДПшки. Второй шанс судьба дала этому месье. Парабой замечает в какой-то пиксель с ДПшки этого парня за деревом. Как он вообще его увидел и как настрелял, я не понимаю. Но там, похоже, две пули идеально залетели в башку, потому что месье был удален. Со снайперской винтовки так не попадешь, как только что парабой сделал это с ДПшки. Кидает молотов по тиммейту, зачем-то его поджигает. Я не понял сейчас, что это было. QCC, чем ты провинился так? Парабой на него поругался. Но мы видим, что не смертельно. Но тем не менее, все равно поджег немножечко ему Пукан. Зачем-то кинул вдруг огнем. Ну, может быть, какие-то у них такие брачные игры здесь. Парабой опять же идеальнейшая стрельба с ДПхи. Нокает одного, тут же накидывает еще и по второму. Ребята, как же вам больно. 113 метров, идеальнейшая стрельба. И я уверен, что за такое ему прилетают постоянно репорты. Тем временем еще один сквад подъезжает на УАЗике. Идут ноки от QC. Парабой старается не отставать. Нокает еще одного игрока. И посыпался сквад. Здесь тут же полетели гранатки атакующие. Кидает ХЕшку направо. Сам выходит налево. Идет моментальный пуш. Берут углы. Плюс еще парабой кого-то услышал в здании справа. И также начинает накидывать очень больно. Еще и налево тоже стреляет. Уже все, у него кукуха поехала. Друзья мои, он не знает, что ему делать. Просто стреляет по окнам. Вдруг кто-то оттуда вылезет. Или патроны пытается потратить. Или еще что-то. Я не знаю. Но мы видим, что это довольно-таки странно. По каждому окну решил прострелить. Но на самом деле оказалось, что соперников здесь не имеются. Решил... Я понял! Это его коварный план, друзья мои. Он выстреливает все пятерки на карте. Для того, чтобы противники не могли забрать себе эти патроны. Чтобы ни у кого не было патронов. Ничего себе, да ты прямо... Профессор Хаус, я бы сказал. Это действительно невероятнейшая ужасная тактика. Ну, на самом деле, я думаю, нет. Просто что-то решил. Может, размясо. Замечают перед собой едущую дачу. Естественно, идет погоня. Парабой на позиции стреляющего с пассажирского сидения. Накидывает очень больно. Но почему-то ни одного нока. Вот здесь, наконец-таки, пошли ноки. Второго тоже забирает. И эта дача не успела уехать. Хотя, по идее, конечно же, она быстрее, чем у Азик. Но не хватило пацанчикам. Двоих игроков, опять же, забирает парабой. 16 убийств у него уже есть. И это, друзья мои, топ-11. 9 соперников на карте. И здесь нужно просто доиграть хорошо. Потому что ни в коем случае нельзя расслабляться. Здесь соперники такие, которые не пропустят ошибку. И накажут за нее моментально. Забирает себе MG3. Это еще лучше, чем вариант с ДПшкой. Хотя ДПшку себе тоже оставляет. Решил играть в фулл-семерке. Проверяет, хорошо ли идет у него спрей на 990 выстрелах в минуту. Вроде как в одну точку летит. Все хорошо. Все качественно. Да, вот здесь покидал, понастреливал. Прямо в паблике размялся. И еще даже отвлекся там на чатик, на еще какие-то темки. Куда-то смотрит, мы видим, в сторону, судя по камере. Подъезжают обратно в зону, в сторону школы. Оказывается, что здесь на рожке находятся соперники парабой. Вынужден тут же настреливать. Я думал, что сейчас выйдет, но нет. Зашли сначала в более укромную позицию. Прокидывает гранатку. Смотрит на соперников с помощью третьего лица. Разогрел ее более-менее хорошо. Не удивлюсь, если сейчас будет ног. Нет. Не попал. Видимо, враги берут левее. Парабой прокидывает еще одну. И не идет на рожон. Пытается взять какой-то хороший угол. Пытается как-то обмануть своего оппонента. Прокидается прислушивается. По-моему, он услышал ножки. Понимает, что на него как раз-таки идет какой-то агрессивный рож. Ему прилетает издалека. Говорит, позиция говно. Нужно отсюда уезжать. И КЮЦ, по-моему, будет сейчас его слушать. Да. Парабой тут же отъезжает еще чуть-чуть дальше. Чтобы сам не отъехал в лобби, так сказать. Ну и вполне вероятно, что это один скват вот так сплетанулся. И кто-то настреливает с рожка. А второй коллектив вот здесь на холме. И все сидят. Обратите внимание, никто не ошибается. Нет такого, чтобы какой-то условный бот бежал вперед. И такой, типа, война. И делал какие-то странные вещи. Нет. Все максимально правильно, максимально выверено. Соперники здесь душнильные. И они не отпустят парабоя просто так. Попытался накидать по тачке с ДПшки не получилось. Ну там чуть-чуть урон прошел, но никаких результатов. Тем временем КЮЦ дает какую-то инфу. За счет этого парабой подъезжает чуть-чуть ближе. И забирает себе хороший такой угол. Но пока что никого не видит. Начинает немножечко агрессировать. Забирает позицию за позицией. Выслеживает оппонента. Бежит, естественно, перебежками влево-вправо. Ну и тут рано или поздно кого-то он должен увидеть и найти. И понятное дело, что МЖ-3 такого не пропустит и не простит. Потому что здесь это оружие перестрелять невозможно. Но мы видим, что соперники, оказывается, уже давным-давно ушли в рожок и прячутся в зданиях. Я увидел только что. Да-да-да, черное пятно в окошечке парабоя. Тоже заметил. Моментально с ДПшки наказывает этого оппонента. Понимает, что раз он сделал ног, то сейчас может немножечко сократить дистанцию. Плюс еще и КЮЦ накидывает слева. Второй ног от парабоя отлично. Занимает высоту. Ну и тут, по идее, можно было бы зарашить сам этот рожок. Но, ребятки, пока что решают закрыть зону. Я так понимаю, КЮЦ добивает кого-то из парабойных игроков. Парабойщик разогревает гранатку. Видать, у них в спине кто-то есть. И об этом имеется инфа. Зона поджимает. Здесь есть какой-то рюкзак от зоны. Мы видим, вот 53-52 секунды еще не будет проходить урон. Забирается вот нижняя какая-то шкала. Это фишка данного китайского клиента. И MG3, друзья мои, на 990. Скорострельности. В упоре, естественно, не перестрелять, не переиграть. И одним, я даже не скажу, спреем. Это было бы просто какая-то маленькая настрелочка. Забирает двоих игроков. И это 20 убийств для парабоя. И невероятнейший результат. При условии, что еще 5 игроков находятся на карте. В теории он может убить их всех. И, друзья, вот на этом ранге, на этих серверах 20 фрагов. Это, ну, настрелять такое невероятно тяжело. И это вообще несравнимо с тем, что делают условно 20 фрагов какой-нибудь Левинья. Или Рупа, или еще кто угодно. Это даже не близко, друзья. Здесь 15 секунд остается для того, чтобы за зоной находиться без каких-либо проблем. Подождите, парабой ест бусты. И они апают эту шкалу. То есть за счет бустов он может находиться за кругом. И при этом не умирать от зоны. Не знаю, какая-то супер странная система. Но, тем не менее, все, мы видим, работает. Заезжают в уже белую область. Ну, и тут вообще без каких-либо проблем заезжают на фулл хп. Единственное, что их встречает какой-то сквад. Парабой тут же вынужден залетать просто в воду. И со своим тиммейтом уже отсюда выплывать. Я надеюсь, тачка-то по воде не плавает. Китайский клиент, друзья мои. Все может быть. Тут у них различные есть приколы. Сел, кстати, в тачку для того, чтобы его не могли настреливать в воде. И он еще отсюда может стрелять. Да это читы какие-то. Невероятно. Но поднимается. Поднимается по берегу. И все, уже отсюда может накидывать. Но я не знал такой фишки, что сидя в машине в воде, ты можешь стрелять с пассажирского сидения. Это что-то невероятное. Прокидывают смоки перед собой. Парабой пытается опять же настрелять с ДПшки. Не получается. Зона начинает поджимать. Нужно, естественно, выходить. Соперники очень жестко душат. Пытаются взять угол. Парабой выходит на первого. MG3 работает отлично. Но нокнули его тиммейта. Он теперь один против четверых. Или против пятерых. Или против всего мира, короче. И здесь двоих нокнул. Третий соперник не знает, что ему делать. Он растерялся. Он убегает от зоны. И у него, похоже, нет такого же рюкзака, который ему бы помогал. Либо он не знает, как он работает. И парабой остается один против двоих. 23 фрага. И это будет, друзья мои, 25 этап 1. Или же поражение. Хотел сказать позорное. Ну нет, конечно же, позорным такое поражение не назовешь. Но все равно. Я уверен, что чемпион мира в PUBG Mobile может затащить катку 1 в 2. Это не должно быть какой-либо проблемой. Опять же, ест бусты для того, чтобы восполнить шкалу нахождение. За зоной едет на какой-то супертачке будущего. И ищет. Ищет оппонентов. Один из них просто лежит. Чувак, ты что делаешь? А это два сольника. Это вообще неинтересно для парабоя. Это не соперники. Второго, я так понимаю, тоже заберет максимально легко. Просто катаясь. Ну, ребят, ну вы что? Ну, похоже, что рейд-боссом данной катки был вон тот последний сквад из троих игроков, которые забрали QC. Да, он просто так же его задавил, маленького лежуна. И это 25 убийств. Это, друзья мои, рекорд парабоя на паблике. Вот, добро пожаловать. Я думаю, что вас это удивит. Давайте посмотрим. Кстати, 90 FPS все время играл. Давайте посмотрим, даст ли ему ранг. По-моему, да, он играет на Аси сейчас или что-то подобное. Тут вот флэрган выпускается. Подарки какие-то, еще что-то. Ну, дай покажи нам что-нибудь интересное. Дроп разваливается. И это винер-винер. Чикен динер. Вот такой вот маленький куриный обедик. Но мне интересно посмотреть стату. Так. Что-то есть? Нет? Непонятно. 2300 урона. Это, наверное, фраги, ассисты. Нет, это вообще МВП QC. Ага, даже не МВП парабой. Угораешь, что ли? Нет, вот, 2500 урона и 25 фрагов. Вот такой вот, друзья, мой результат. Надеюсь, данный видос вам понравился. Спасибо огромнейшее, что досмотрели его до конца. Как всегда желаю всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, удачи и до новых встреч. А следующее видео уже совсем скоро.